Телефону доверия Линии Жизни в этом году исполняется 25 лет. Трудно поверить, но уже четверть века люди абсолютно бескорыстно помогают всем нуждающимся в психологической помощи по ту сторону телефонной трубки. В наше время, когда кризис за кризисом, эта помощь особенно необходима очень многим людям. И слава богу, что такие люди есть. Телефон доверия Эл-О-Лин или Линия Жизни – это номер экстренной психологической помощи людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающим чувство одиночества, горя, подвергающимся насилию, испытывающим различные семейные и социальные трудности или готовым на самоубийство. Никто из нас не застрахован от ситуации, когда человеческие отношения могут переживать не лучшие времена. Да и кризисные ситуации, которые в последние несколько лет следуют одна за другой, также испытывают нервную систему на прочность. В таком положении легче всего замкнуться в себе и перестать реагировать на то, что происходит вокруг, оказываясь таким образом все ближе к пропасти. И вот здесь самое главное – не упустить этот критический момент для начала просто поднять трубку и набрать номер экстренной психологической помощи для того, чтобы просто высказаться. И самое главное, что человека выслушают не просто, так сказать, люди с улицы, а специалисты, прошедшие специальный тренинг. По-видимому, это с самого рождения, потому как добру научить достаточно сложно. Но те люди, которые к нам приходят, они обязательно проходят курс подготовки. Это серьезная задача для них и с теорией, и с практикой, и с тренингами. И не все, даже те, кто пришел, дошли до конца, потому что экзамен сдавать надо. И дальнейшая работа, конечно, показывает, человек сможет или не сможет. И во всяком случае, если человек не склонен к этому и не сможет долго притворяться. Добровольцы, которые задействованы в проекте, берут на себя огромную ответственность за свои слова, сказанные в той ситуации, с которой к ним обратились за помощью. Они не могут взять отсрочку или сразу же переадресовать другому специалисту. Сначала нужно создать добрые и доверительные отношения. Это большая психологическая нагрузка, поэтому можно понять, как высоки требования к кандидатам в добровольцы. Следует учесть, что сотрудники являются волонтерами и не получают за свой труд материального вознаграждения. Позиция проекта такова, что помощь людям должна быть бескорыстной. Люди из своего свободного времени выделяют часы для того, чтобы поддерживать, помогать другим людям, которые в беде находятся. Эти звонки могут длиться часами, и ты не можешь просто положить трубку, потому что на той конце провода часто бывают люди до грани суицида. Их нужно вести, их нужно поддерживать, с ним нужно говорить. Напомним, что люди, которым, возможно, необходима подобная помощь, могут позвонить по номеру, который вы сейчас видите на экране. Линия работает с 19 до 7 часов, без выходных. Если же вы решили попробовать себя в качестве волонтера на телефоне доверия, то можно позвонить по телефону, который вы можете найти на сайте эллюлинь.ее. Сергей Овченков, Виталий Савинский. Новости Таллина.